Вся необходимая информация на ладони, как устроен уникальный смартфон, спасти детей от куклюша, даже бобры строят дом, чем ты хуже, как Мартин Лютер изменил мир. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Карины Саяхова. Бывшие сотрудники компании Apple представили новый революционный стартап Alpin. Его уже окрестили заменой привычных нам смартфонов. Прибор будет крепиться к одежде, а проецироваться на руку. Вся информация на ладони, по словам создателей, избавляет от необходимости использовать какой-либо экран. Благодаря устройству можно будет отвечать на звонки, просматривать электронную почту и получать рекомендации, связанные с путешествиями, покупками и многими другими вещами. Однако Alpin может столкнуться с серьезными проблемами конфиденциальности. Alpin – устройство, в основе которого лежит искусственный интеллект. Идея для стартапа была придумана еще в 2020 году бывшими сотрудниками Apple, Беттани Банджорно и Эмраном Чаудри. Они привлекли сотни миллионов долларов на развитие своего проекта. В разработку уже вложились такие крупные компании, как Microsoft, Volvo и LG. Само устройство будет крепиться на одежду с помощью магнитов, которые также являются его аккумуляторами. Их можно будет менять в любой момент, тем самым облегчая использование гаджетом. Владелец взаимодействует с прибором посредством комбинации голосового управления, камеры, жестов и небольшого встроенного проектора. Это очень интересно. Интересно то, что они внедряют проприетарные, всякие языковые помощников, всякие чат-ботов. Вот в этом, да, это инновационная штука в плане того, что это уже вшито в систему, и это одна из основных ключевых особенностей. Когда я могу в произвольном диалоге общаться с устройством, получать какие-то ответы, это такой хороший помощник. Насколько корректна эта информация, насколько корректны ответы, и мне нужно будет проверять, это уже другой разговор. Но это направление очень сильно сейчас развивается, оно модное, простите за англитизм, хайповое. И я думаю, что за это в любом случае в будущем мы к этому придем так или иначе. Возникает закономерный вопрос. Для чего же все же может пригодиться подобный гаджет? Большинство функций были продемонстрированы соучредителем компании Мраном Чаудри. С помощью жестов рук и обычной ладони можно будет прослушивать голосовые звонки и сообщения. Также есть функция, которая может обобщить информацию с электронной переписки владельца. Одним движением пальцев можно будет проанализировать данные о еде. Калорийность, состав и пищевую ценность и переводить на множество языков, которые уже будут встроены в голосовой помощник. Однако у этой уникальной техники вполне могут быть подводные камни. По словам производителя, Alpin, конечно, ориентирован на конфиденциальность. Но так ли это будет в реальности, пока не ясно. Гаджет лишен функции пробуждения по каким-либо ключевым фразам и словам. Соответственно, постоянного прослушивания быть не должно. Возможно ли, что новый продукт не будет записывать информацию из уст владельца? Это всегда уровень доверия. Никто не гарантирует, что в данный момент ваш телефон не прослушает вас. И когда у вас дома стоит какая-нибудь умная колонка, она все время всегда вас слушает. Вопрос, передает она эти данные или нет. Насколько вы доверяете производить свой вендор. Это вполне логичное продолжение носимых устройств. Понятно, что что-то оно в чем-то уникальное, такие как лазерные, например, проецирование информации на поверхности, что-то оно копирует, дополняет. Вообще, это такой хороший эволюционный процесс. Новый гаджет будет стоить 699 долларов. Дополнительно каждый месяц необходимо будет оплачивать подписку в размере 24 долларов за использование сотовых данных, хранение файлов и запросов в нейросети. В компании отметили, что в США предзаказ на устройство можно оформить с 16 ноября. Поставка запланирована на конец 2024 года. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделина Файзулина, Универ Новости. 10 ноября 1483 года родился великий немецкий христианский богослов, который впервые перевел Библию на народный немецкий язык, тогда как до этого она существовала лишь на латыни. Перевод Лютера впервые сделал священную книгу, доступной для широких масс мирян, которые начали самостоятельно изучать и даже толковать библейские тексты. О том, чему Мартин Лютер учил своих последователей, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Родился Мартин Лютер 10 ноября 1483 года в германском городке Айслибен. Будучи самым обычным ребенком в самой обычной школе, юный реформатор не мог подумать, что спустя всего каких-то 30 с небольшим лет сам Папа Римский вызовет его на аудиенцию, чтобы отлучить от церкви. Поскольку в те времена считалось, что миряне не должны читать Библию полностью, ведь это не обязательно и даже очень вредно, Мартин был знаком только с отрывками Писания. Во время очередного посещения университетской библиотеки ему в руки таки попалась Библия, которая после прочтения перевернула внутренний мир впечатлительного Лютера с ног на голову. После окончания университета Мартин совершил поступок, неожиданный для всех, и в первую очередь для его родителей. Он решил отказаться от мирской жизни и посвятить себя служению Богу. Римская католическая церковь уже, скажем так, находится в далеко не едином состоянии. То есть уже есть попытки убрать из ее учения все, что появилось в результате политических или конъюнктурных действий римских епископов собственно после Великого Раскола. Это и попытки Савнаролы, это и попытки, соответственно, Джона Виклифа, это и попытки Яна Гуса добиться права переводить Библию на национальные языки. Пребывая в статусе священника, Лютер продолжал и дальше учиться и развиваться. В 1508 он получил рекомендацию от генерального викария и стал преподавателем в Виттенбергском университете. В 1511 Мартин побывал в Риме, куда был отправлен представителями священного ордена. Там он впервые открыл для себя противоречивые факты в католицизме. Следом Мартин пишет свои 95 тезисов, разбивающие в прах учения римской церкви. Он утверждал, что духовенство не должно влиять на государство, ровно как и выступать посредником между Богом и человеком. Лютер протестовал против безбрачия представителей духовенства, которое было принято декретами папы. С подобными реформаторскими действиями церковь сталкивалась и раньше. Но до Лютера никто так категорично и смело не высказывал свою позицию. Римская католическая церковь собирает собор с целью одного из пап упразднить, определить, кто же главный папа. Результатом становится то, что они на этом соборе выбирают третьего. Соответственно, и вот в этой вот запредельной, скажем так, запредельном сюрреализме Мартин Лютер предлагает новое вероучение, даже не новое вероучение, а, скажем так, очистку старого вероучения. Не хотел он делать явно новую религию, так получилось. Тезисы смелого богослова достаточно быстро стали популярными, и о новом течении узнал и сам Папа Римский. В 1519 году он позвал Лютера к себе на суд. Мартин проявил упрямство и не поехал в Рим, после чего, по указанию понтифика, его предали анафеме, то есть отлучили от святых таинств. Но это лишь подстрекало богослова бороться с неверным толкованием Библии и дальше. В 1520-м Лютер при народе сжег папскую буллу и призвал всех бороться с засилием папских законов. Результатом его деятельности стало признание Лютера еретиком. И только благодаря помощи сторонников лютеранства ему удалось спастись от расправы. Они инсценировали его похищение. В 1529-м общество официально приняло протестантизм Лютера, который стал одним из направлений католицизма. Но спустя некоторое время его приверженцы разделились на два лагеря – кальвинизм и лютеранство. Кальвинизм получил свое название от имени Жанна Кальвина, который продолжил реформаторское дело Лютера. Он считал, что судьба человека полностью предупределена Богом. Проблема в том, что политическая борьба повлекла за собою и формирование удобной для германских курфюрстов, собственно говоря, и понятной для населения, более понятной для населения, собственно, протестантской церкви. Собственно, Лютер же предложил очень простую и понятную доктрину оправдания веры. То есть, если человек верует, он уже предназначен ко спасению. Соответственно, Лютер предложил переводить Библию на национальный язык. Собственно, и сам по легенде перевел на немецкий язык, собственно, библейское сочинение, библейское предание, в общем-то, священное писание. То есть, он фактически создает для людей комфортные условия для вероисповедания. Мартин Лютер оказал большое влияние на мировую историю. С уверенностью можно сказать, что он изменил вектор ее развития. Заставил усомниться в мощи католической церкви и стал создателем новой религии протестантизма. Хотя всю жизнь и не переставал причислять себя грешникам. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Недавно Министерство здравоохранения Республики Татарстан заявило о росте количества заболевших куклюшем практически в 40 раз. К счастью, современная медицина позволяет предотвратить эпидемию и помочь справиться с этой болезнью легко и без последствий. О том, что будет, если пренебречь профилактикой и безответственно отнестись к заболеванию, расскажем в следующем сюжете. Куклюш. Острая антропонозная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Для взрослого человека болезнь не представляет большой опасности, а вот дети в возрасте до двух лет переносят недуг тяжело. Главным симптомом является сильный кашель из-за труднения дыхания из-за поражения легких. Из-за слабого устройства органов у малыша это может повлечь за собой нехватку кислорода и даже остановку дыхания. В связи с недостаточной коллективной вакцинацией в Татарстане произошел рост заболеваемости уже в 40 раз. Это является показателем того, что прививка против куклюша нужна, если родитель хочет обезопасить свое дитя. Куклюш на самом-то деле острое инфекционное заболевание, которое сопровождается с пазматическим кашлем, приступообразным, очень тяжелым, и которое очень часто характеризуется очень угнетающим кашлем. Иногда приступы возрастают до 30 в день, и человек начинает настолько сильно кашлять, что вызывается рвота. До появления в 1950 году вакцины от куклюша недуг считался самой распространенной болезнью среди детей и являлся причиной множества младенческих смертей. К счастью, благодаря медицинскому прогрессу сейчас заблаговременно привитый ребенок максимально защищен от этого опасного недуга. В организме вырабатывается иммунитет, который не позволяет инфекции закрепиться в теле человека. После перенесенной болезни тоже отмечается рост антител к инфекции, но специалисты заявляют, что риски слишком велики, и поэтому надеяться на это не стоит. Дается от человека к человеку именно воздушно-капельным путем, то есть если человек заражается от больного человека, и как обычно характеризуется, куклюшем болеют именно дети. Дети – это особый контингент людей. Лечение куклюша практически ничем не отличается от лечения бронхита. Врачи советуют больше находиться на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни, а также меньше посещать многолюдные места и соблюдать гигиену. Рост заболеваемости куклюшем можно предотвратить своевременной вакцинацией детей в период от 3 до 6 месяцев. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости. Скоро осенняя прохлада сменится на зимние морозы, поэтому важно хорошо подготовиться, чтобы не замерзнуть. В домах и квартирах уже давно работает отопление, но зверям, живущим на улицах, приходится бороться с этим самим. Помимо тех, кто обращается за помощью к людям, есть и те, кто обеспечивают условия проживания сами. Одни из таких – бобры. О том, почему их считают мастерами гидротехники, узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. Бобры – уникальные животные, обитающие вблизи водоемов. Они являются одними из самых известных и трудолюбивых строителей в природе. Эти удивительные создания играют важную роль в экосистеме, регулируя уровень воды и создавая благоприятные условия для обитания других видов. Плотины позволяют им создавать искусственные острова или возвышенности, на которых они могут чувствовать себя в безопасности от хищников, например, лисиц, филинов или волков. Бобры не строят плотины всегда, где они поселяются, лишь тогда, когда уровень воды недостаточен, чтобы закрывать входы для их нор, либо для транспортировки древесины. Плотины – это трудоемкий процесс, поэтому если река или пруд позволяет, то они живут без плотин и, так скажем, используют древесину только для запасов и для питания. Строительство плотин происходит в основном в начале лета и продолжается до конца осени. Однако оно может начинаться и в другое время, в зависимости от климатических условий и доступности материалов. В основном бобры используют ольху, осину или иву. Благодаря своим мощным резцам они с легкостью справляются даже с деревьями диаметром в 15 сантиметров. Просто на них затрачивается чуть больше времени. Бобры подгрызают ствол таким образом, чтобы он упал в нужном направлении, а затем отделяют ветки и разделывают его на куски, которые перетаскивают к месту будущей плотины. Одни части дерева зверек с силой втыкает заостренным концом в дно, а другие закрепляют между ними, чтобы сооружение не унесло течением. Для надежности промежутки в конструкции трудолюбивые строители набивают ветками, листьями и глиной, принося это все к месту строительства в передних лапках. Мы сейчас производим такие измерения показателей почвы, остаются ли там, например, химические вещества, удобрения и стоки с полей. Мы заметили, у нас в республике Татарстан антропогенное влияние очень высокое, и много дорог, и бобры, так скажем, приспособились к этому. Они не строят длинную большую плотину, а просто закрывают вход в трубу, которая проходит под этой дорогой. Конструкции жилищ могут различаться в зависимости от характера местности. Используя выступы берегов, бобры способны возвести плотины длиной в несколько десятков метров. Но на строительстве все не заканчивается. Надо постоянно следить за жилищем, регулировать уровень воды, ремонтировать. Поэтому здесь требуется большая совместная работа. Так что на одном водоеме может быть несколько семей. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...